И могу сказать, что есть на свете такое чудо. Опыт смерти при жизни проходят не очень многие, ну даже вот имелось в виду мудрецы. Вот это вот духовное созревание, вот эта способность декларируемая превращать в действие, оно тоже требует времени. Сознание пробуждается, у него знания. Вот эти знания, они диктуют поведение, и фокусировка внимания, она направлена на естественность. Знаете, вот интересно наблюдать, как, ну вот когда уже старость началась, как идет процесс старения. Вот гораздо интереснее наблюдать этот процесс, не конфронтировать с ним никак. Наблюдать, и при этом все время повышать уровень самоосознания, осознанности. Уровень самоосознания, осознанности, это не означает, что вы вообще перестанете за собой следить. Но это означает, что вы в разумной степени, потому что у вас сила самоосознания, вы конгруентны со всем своим телом, со всей своей средой, вы будете какие-то оздоровительные вещи добавлять. Но это не будет фанатизм такого, в 90 лет кричать на весь мир, я молод, мое тело молодое, я буду жить бесконечно долго, как тело. Ну, например, находясь в самоосознании, вы всегда будете знать, что вы вечное существо, но вы не тело. Вы вечное существо, пребываете здесь, как на экскурсии, путешествуете. Вот это поэтому очень интересно, знаете, понаблюдать, не вмешиваясь. А что такое вообще вот процесс старения? Ну, сейчас, конечно, я говорю, теперь для аудитории 40+, потому что до 40 лет невозможно интересоваться этой темой, потому что старость, кажется, это вообще с вами никогда не случится. Ну, и вообще никаких предвестников нету, и это вообще даже в голову не залетает никак. Кажется, что старики рождаются стариками, что они как бы всегда такие были. А потом, когда происходит такая вот трансформация, это интересно смотреть, встречу выпускников, значит, через 40 лет, там, как меняются люди, как стареют люди, да. Поэтому, конечно, вот опыт переживания смерти, это колоссально такой пробуждающий опыт. И это опыт, который дает вам мудрость, поскольку мудрость – это знание немного наперед. Понимаете, ну, это вот только старики знают. Ну, мудрость, да, со старостью тоже приходит. Они, вот старый человек, он знает наперед, потому что он уже прожил жизнь. И вот когда молодой там что-то делает, он говорит, да не делает и так. Да там это, да, потому что он уже пережил, и он это уже знает, да. И вот если вы сможете получить вот этот опыт, то вы обретете нереальную мудрость без старости. Ну, то есть вам не надо постареть, умереть и потом обрести, да. То есть, но это, знаете, это такой непростой подарок. Потому что, во-первых, подойти к этому опыту переживания смерти и пережить ее, потому что там же можно и заблудиться, и действительно подумать, что поверить. И можно, да. Если не разобраться в этом, то нужно вернуться из этого опыта живым. В начальных классах мой друг, ну, они, конечно, с мамой пошли в магазин, на день рождения подарили книжку, сказка о царе Салтане. Вот такая вот книга была. Я даже вот запах помню этой книги, там рисунки такие. Значит, вот эти купцы, которые приезжали к царю Салтану, они говорили, мы объехали весь свет. Ну, и вот они говорят, что в мире есть такое чудо. И вот я просто вам хочу сказать, что я определенное время своей жизни много ездил, встречался с разными, я даже не скажу людьми, а существами. Поскольку я был очень открыт к знанию, то мне и встречались вот такие существа, которые проводили, и я пережил этот опыт, опыт смерти. И могу сказать, что есть на свете такое чудо. Это дает невероятную мудрость. Когда вы еще в молодом возрасте, это не клиническая смерть, это вообще другое. Потому что клиническая смерть, она происходит на фоне смерти остановки сердца и смерти тела, в котором сознание не разотверждено, было до момента смерти. Потому что осознанное переживание смерти, переход — это отсутствие клинической смерти, отсутствие смерти тела. То есть оно происходит как переживание смерти, которое происходит больше в уме, как вера в то, что есть смерть, конец и исчезновение тебя из этого мира. Это не связано с телом. Но если там произойдет вера, что есть конец, есть смерть, то тело последует за этим знанием. И, конечно, это требует тщательной подготовки. Очень тщательно должны быть подобраны проводники, как вход, так и выход из этого опыта. Потом нужно восстанавливать. То есть это нужно, чтобы этим занимались знающие проводники с вами. Но вообще вот в литературе описано, что опыт смерти при жизни проходят не очень многие, даже имелось в виду мудрецы. Потому что почему одни проходят, а другие не проходят. Вы знаете, кто такой мудрец? Мудрец же — это обычный человек, у которого есть свои тенденции. Так же, как есть люди смелые, есть трусливые. Ну, а мудрецы — это же тоже люди бывшие. Ну, такие, да? То есть они тоже есть трусливые, есть смелые. Но потом они становятся мудрецами. Ну, вот есть, знаете, вот тоже по знаком гороскопа различаются. Есть вот те, которые… Их тянет вот это познание но, таинство, риск. Ну, вот есть такие, да, которые мудрецы, и вот они подвержены этому. А есть и те, которые, ну, вот знак Девы, допустим, да, вот это вот педантичность какая-то, это вот устроенность какая-то, это вот… И оно проявляется… А мудрец, он все равно проявляет все эти тенденции, которые заложены в этом теле, да? И он не пойдет в этот опыт, он ему даже неинтересен будет. Ну, ему понятно будет, он будет, знаете, там, на писаниях священных жонглировать там всячески, там, на Библии, ну, или каким-то таким вот образом, да? Ну, вот у меня психофизика так построена, у меня сознание через… в этом сне, в этом теле, что такие способы линейные, длительные, ну, где, знаете, подсидеть, там, кого-то на 10-15 лет, да, там, ждать, я бы никогда не стал ждать. Ну, вот если бы мне сказали, я бы там канал под землей прорыл, но я бы приехал сам. Это не говорит, что хуже, лучше, просто разная психофизика, разные тенденции, и, соответственно, выбираются разные пути. Есть мудрецы, которые переживают такие опыты, как опыт смерти. Вот есть право от сатсанги, 700 человек, море адептов, но если их подвести, там, сказать, кто пойдет завтра, опыт смерти, там будет стоять один, или два, или максимум три человека вот из этой всей толпы. На такие мероприятия, конечно, идут поодиночке, да, то есть там очень узкие врата, по-честному, то есть если ты не готов, ты туда даже не приблизишься. Если ты фактически не можешь там чего-то, конечно, здесь все так безопасно, с другой стороны, потому что ты просто не попадешь туда, ты не попадешь на ту волну, на тот уровень, где это знание раскрывается, ты его не поймешь. Ты защитишься сразу же, тебе будет это неинтересно или страшно, но ты оправдаешь, конечно, что тебе просто неинтересно. Но то, что такой опыт возможен, получив такой опыт, во мне сознание раскрыли знания, и просто я их транслирую. Это априори, что таким путем провести можно только, ну, может быть, и в этом воплощении еще там на пальцах одной руки пересчитать. Всем остальным просто можно вещать эти знания. В частности, у меня открылась вот эта способность осознанного сновидения, но не там, не в ночном сне, а здесь, в этом, происходящем прямо сейчас сне. и таким образом более постепенно, более длительно, но давать вот такие знания. И я уже говорил на какой-то встрече нашей, что это совершенно разные вещи, вот декларировать якобы, что вот ты хочешь сдачи, ты хочешь там, и реально, когда приходит момент, а никто не предупреждает, что вот сейчас у тебя будет проверка, и вот сейчас тебе нужно будет сдаваться. Да, и вот, ну, особенно когда при взаимоотношениях с учителем, потому что это тоже такой момент, никто не знает, когда, ну, учитель может провоцировать, проверяя готовность, и в то же время создавая условия для того, чтобы сознание сдалось в этот момент, то есть отпустило вот эту ценность эго. и это совершенно разные вещи декларировать и сделать это. Потому что декларирующих, например, я встречаю очень много. Я просто даже вот сразу вижу, что даже при малейшем очень многих раздражений или раскрытии вот того, что связано действительно с тем, о чем они декларируют, там сразу возникает защита, неготовность якобы, и уход от этого опыта, от этого знания. Знаете, вот времени нету, но вот эта вот постепенность, как ребенок превращается во взрослого человека через 14 лет, как это детство, юность, отрочество, да, и зрелость. Вот детство, это, наверное, до скольки лет? До 12, да? Вот с 12 начинается отрочество, наверное, да? Потом юность, ну и вот потом зрелость, да? И точно так же вот это вот духовное созревание, вот эта способность декларируемая превращать в действие, оно тоже требует времени, вот такого вот постепенного созревания, и учителя, они как садовники, то есть они полили, окропили знаниями, да, так, повещали, это вот самый такой способ, действительно, и дальше нужно ждать. Потом опять полили, там немножко поокучивали, там сорняков повыдергивали, да, и дальше опять ждать. Ну и в принципе вот такая работа. О результатах никто не заботится в этом плане, да, то есть просто делать свою работу, делать свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok